Обратим внимание на содержание. Первая глава это что не так с поставщиками. Здесь я рассказываю о тех проблемах, с которыми сталкиваются каждый дизайнер и каждый клиент, когда пытается работать с поставщиками и что-то заказывать. Во второй главе это хитрости. Здесь мы раскроем все тайные секреты, которые есть у дизайнеров, у поставщиков, да и у клиентов, чтобы купить подешевле товар или услугу, как дизайнеры и поставщики тоже хотят продать подороже ту же самую услугу. Поэтому здесь есть все военные хитрости, которые можно и нужно знать для того, чтобы уметь им противостоять. Глава третья посвящена проблемам с поставщиками на проекте. Когда контракт заключен, это еще только начало. Вы выбрали идеального поставщика, начали работать, но проблемы здесь только начинаются. Здесь они указаны и самое главное даны все инструкции, как с ними бороться. Например, если приходит что-то не то, как вовремя заменить, как вовремя это заметить и принять меры. Четвертая глава – это типы дизайнеров. Не все дизайнеры одинаковые. Есть разные типы, и когда нанимаете себе профессионала, надо понимать, что есть разные категории, и каждому нужно свое. Также и для поставщиков очень важно понимать, какой перед ним тип дизайнера для того, чтобы презентовать свою продукцию именно в том ключе, который ему важен. К примеру, если дизайнер новичок, его нужно обучить и показать, как пользоваться. Он будет благодарен и посоветует клиенту. Если дизайнер профессионал, ему не нужны пустые обещания, ему нужны конкретные факты и цифры. И здесь рассказана методика, как поставщику общаться с дизайнерами и как помочь дизайнеру презентовать ваши продукты и услуги для клиентов. Глава пятая – как дизайнер работает на проекте. В этой главе я рассказываю абсолютную точную последовательность для дизайнеров. Если вы начинающий дизайнер, то вы узнаете, как правильно работает профессионал. Если вы поставщик, то увидите тоже все эти этапы – обмеры, анкетирование, планировочные решения и так далее. И на каждом этапе, как вы сможете помочь этому дизайнеру получить максимальные выгоды и презентовать их клиенту. Если вы клиент, то вы узнаете, как правильно контролировать дизайнер, по какой последовательности и почему это последует. Здесь все это описано максимально детально. Глава шестая – описание продукта, товара. Здесь рассказано, как поставщику правильно описывать свой товар, соответственно, дизайнеру и клиенту, как проверить, насколько товар подходит им. Мы работаем с одной и с другой стороны. Глава 7. Карточка компании. Когда продукт выбран, уже встает вопрос. Окей, я выбираю паркет или материалы и хочу их купить. У кого возникает вопрос? И чтобы это правильно понять, нужно проверить. Проверить максимально детально компанию, чтобы она не просто так рассказывала, что вот мы самые лучшие и делали знаменитостям, а действительно проверить по факту. Какие сотрудники у нее работают, какие технологии, есть ли офис, есть ли достойный инструмент. И вообще, все ли то, что заявлено в рекламных материалах, соответствует действительности. Клиенту важно это сделать, чтобы не попасть в ситуацию, когда деньги заплатил, а потом компания обанкротилась и деньги невозможно получить назад. Для дизайнеров это вообще втройне важно, потому что если дизайнер посоветует кого-то и потом клиент не получит услуги, то клиент будет винить не поставщика, а именно дизайнера. Поэтому, если кого-то советуете, обязательно нужно проверить по этим 20 пунктам. Здесь указаны конкретные примеры, даны описания и, соответственно, компании-поставщики смогут по этим описаниям описать себя, потому что именно так хочет видеть клиент и дизайнер уважаемую компанию. И наоборот, если вы клиент и дизайнер, вы сможете проверить, насколько компания заботится о своем имидже и насколько она умеет описывать свои материалы. Также, если вы видите, что компания хорошая, но у них плохое описание, вы можете по этой же методике предложить им описать их компанию и, в принципе, также заработать на этом деньги. Глава 8 – это агентский договор. В этой теме мы поговорим, и я дам пример нашего агентского договора, который дизайнер заключает с поставщиком для того, чтобы получить вознаграждение. Соответственно, если вы дизайнер и клиент, вы тоже можете узнать эти условия и понять, насколько они соответствуют вашему видению. Если все это вам подходит, то используйте, если не подходит, то это может быть предметом для торга. Глава 9 – это договор с поставщиком. Когда уже договор в процессе подписания, нужно обратить внимание на ряд позиций, которые обычно поставщик не хочет закладывать, просто чтобы сэкономить, либо перекладывать ответственность на дизайнера, либо на клиента. Когда дизайнеры работают по технологии комплектации, они внимательно смотрят на все эти пункты и добавляют эти пункты обязательно в договор, либо обсуждают все эти моменты на берегу. Потому что если их не обсудить, потом будут недоговоренности и не будет понимания, кто что должен делать. Глава 10 – это глава в основном для дизайнера по комплектации. Здесь рассказано, каким образом правильно вести именно процесс комплектации, если ты продал услугу клиенту. И для клиента, если ты покупаешь продукты, материалы, мебель сам, как это делать качественно и правильно. То есть это некий чек-лист. Клиент может с его помощью самостоятельно закупать, либо контролировать дизайнер. А дизайнер – это по сути инструкция по работе, и эта работа примерно стоит 10% от закупаемого оборудования. Глава 11 – если дизайнер оказывает услугу комплектации, то это полностью вся инструкция, по которой следует работать. И если вы клиент, то вы можете также проконтролировать дизайнера, выполняет ли он все эти условия. Также можно сэкономить, если у вас есть время и возможность ездить по магазинам и контролировать поставщиков, и вы хотите, чтобы у вас была именно качественная продукция и в том объеме по минимальной цене, то вы можете сами использовать эту технологию и выполнить функцию комплектатора самостоятельно, не привлекая дизайнера. Но если вы хотите сэкономить свое время и готовы потратить деньги, тогда можно нанять профессионала и смотреть, насколько он профессионал именно по этим пунктам. То есть буквально можно контролировать его по этим пунктам. Здесь есть возможность сэкономить от 10% до 30% при закупке оборудования, что очень неплохо. Поэтому всего лишь нужно изучить эту тему, главу 11, и с ней работать. Глава 12 – справедливая цена и выгодный поставщик. Здесь мы работаем с закупками. У кого стоит покупать, у кого не стоит покупать, какие типы поставщиков. Есть особенности работы с Европой, Азией, США. Здесь у нас детально с примерами и с конкретными ценами рассказано, насколько удобно и выгодно покупать мебель, материалы, оборудование из каждых из стран. Как это делать, делать ли это самостоятельно, либо довериться профессионалу. Полная раскладка по содержанию. Глава 13. Что дальше? Здесь даны рекомендации в основном для поставщиков, но в том числе этими рекомендациями могут воспользоваться и дизайнеры, потому что, по сути, дизайнеры такие же компании, и это универсальные советы, которые даны на основе книги, на основе тех материалов и тех данных, которые были изучены ранее, как теперь это воплотить в конкретные инструменты. Здесь мы поговорим и о рассылках, и о блогах, и о видеороликах, и об активностях. В общем, достаточно много элементов, и каждый дан с точки зрения, как он поможет продвигаться, как он может продавать услуги. Эта тема актуальна как для дизайнеров, так и для поставщиков, а также для клиентов, потому что со стороны клиента вы увидите, какие действия делает хорошая и качественная компания для того, чтобы презентовать себя качественно на рынке. То есть вы можете проверить, насколько ваша компания, либо ваш дизайнер представлены на рынке, насколько они дорожают своей репутацией и насколько они вообще развиваются. Поэтому, если эта тема вам интересна, рекомендуем приобрести данный материал. Есть минимальная версия и максимальная. Минимальная – это просто книга, в печатном виде максимальная, с поддержкой. Вы попадаете в закрытый чат, и я лично отвечаю на вопросы по этим материалам. Ссылка в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!